Волга Волга – крупнейшая река в России и во всей Европе, а её дельта по площади на восьмом месте в мире. За уникальную флору и фауну её называют «жемчужиной России». Охраняет всё это природное богатство Астраханский заповедник. Вообще таких крупных дельт в мире не так уж и много, их около десятка. И не все из них расположены в таких вот зонах, фактически же это зона полупустынь, полупустынь фактически, но с запада и с востока к дельте примыкает полупустыня. Засушливые районы, и среди вот этих засушливых районов, как огромный оазис, располагается дельта Волги. В дельте Волги обитает 60 видов рыбы – осетровые, сельдевые, карповые и другие. Также на территории заповедника насчитывается более 300 видов растений, в их числе лотосы. Учёные утверждают, что они появились здесь в древние времена благодаря кочевникам или перелётным птицам. Лотос считается символом Астраханской области. Когда создавался Астраханский заповедник, единственная заросль известной науки лотоса составляла всего четверть гектара. Сейчас это тысяча гектар по всей дельте Волги. Дельта Волги буквально изобилуют околоводными и подводными растениями. Они служат биологическим фильтром, очищая волжские воды. Принесённые частицы оседают на дно и формируют новые острова. За год дельта расширяется на 5-10 метров. В заповеднике обитают 280 видов птиц. Среди них кудрявые пеликаны. Кудрявые пеликаны строят свои гнёзда на мелководьях. Собственно, так как гнёзда находятся на воде, они плавающие. Выглядят как плоты. И несмотря на то, что они состоят из такого, казалось бы, непрочного материала, как тростник, всё равно они выдерживают вес взрослого человека. Можете это наблюдать. Астраханский заповедник в дельте реки был основан 100 лет назад. С 2008 года, 20 мая, поволжские регионы России отмечают День Волги. Обычно в праздник волонтёры очищают берега реки. Но в этом году общественные мероприятия не проходят из-за карантинных ограничений. Продолжение следует...